Приветствую вас. Первое, с чего мне хотелось бы начать, это с того, что, ну вот есть у меня такое подозрение, что я отвечал на вопрос, на ваш, который был задан немножечко в другом ключе, под другим углом, вот. Не помню, обращались вы ко мне или нет, если честно, по-моему, нет с этой проблемой, но на вопрос, на который я отвечал, там был наложен тот же смысл, что и вы говорите. То есть смысл такой, да, что как бы мужчина старше, отношения без обязательств были у пары, потом вы забеременели и вот, собственно, не знаете, что делать, да, то есть, ну, тогда вроде бы так вопрос стоял. Вот, тогда вы задавали, ну, если это были вы, задавали вопрос тоже какой-то вот, что-то в этом духе тоже. То есть вопрос такой довольно неопределен. Вот. Здесь я вам тогда всё подробно, помнится, разъяснил, вот, ну, по крайней мере, я и другие эксперты тоже. Вот. А здесь, здесь, тут как бы ситуация в продолжении, да, ну, вот. И, с одной стороны, у меня всё-таки есть столько ощущений, что это вы, потому что там тоже мужчина старше, тоже отношения без обязательств, тоже человек как раз сделать аборт. С одной стороны, у меня есть столько ощущений, что вот весь этот момент пропустить и сразу прийти к тому, на что я не отвечал, то есть к новому. Либо у меня есть, как бы, ну, понимание того, что это может быть не вы, и тогда, в общем-то, пропустится какая-то важная часть, которую тоже нужно, на которой нужно достаточно мало. Значит, во-первых, я начну, пожалуй, с конца, да. Почему вы считаете грустным, что не можете долго обижаться на людей? То есть вы сами, почему считаете для себя это скорее минусом, чем плюсом это первое? То есть вам это качество вредит или вам это качество идёт на пользу? Одно дело, если у вас просто злость проходит, и вы понимаете, что как бы ничего страшного не произошло. Другое дело, если за этим чувством, которое проходит, приходит какое-то другое чувство. Что-то другое. Ну, я не знаю, например, страх, что вы будете одна. Например, опасение, что человек уйдёт, да. Или, может быть, есть у вас чувство вины здесь, ну, в данной ситуации. Понимаете? То есть разница. Разница, она именно в этом. То есть тут либо есть это, либо нет. И если это чувство есть, то есть есть что-то, что заставляет вас вести себя таким образом. Да, то есть есть что-то, что стимулирует вас, грубо говоря, забывать обиду, то тогда в таком случае, конечно, нельзя говорить о том, что это качество позитивно. Здесь скорее можно говорить о том, что оно в большей степени, конечно, негативно, потому что, ну, потому что вызвано чем-то негативным именно для вас. Именно для вот вашего ощущения. Это первый. То есть первый момент, он именно такой. Почему? Почему вы считаете это качество для себя грустным, плохим и так далее. Это первый и важный момент. Дальше. Дальше. Дальше идем. Значит, вы пишите, что мужчина вас обидел тем, что не захотел ехать с вами на работу, не захотел вас везти. Я, конечно, не знаю, да, как обстоят дела. Но мне почему-то кажется, что мужчина, он здесь поступил, в общем-то, правильно. То есть он соблюдал технику безопасности, чтобы не навредить, допустим, вам. Он не захотел подвергать вас опасности, может быть, из-за того, что может у него перегарить, он чувствует себя неуверенно. Вопрос в том, как вы сами, да, относитесь к этому, то есть как вы сами воспринимаете данный факт. Из-за чего вот эта вот ссадина, как вы говорите, у вас возникла? Какова ее природа? То есть вы считали, что мужчина должен был с вами поехать? Или как? Но как насчет тогда его собственной безопасности? Чем вас задел его поведение? И здесь мы, на мой взгляд, подходим к самому главному, к проблеме злости. Вы говорите, что при любом непонимании вы тут же начинаете испытывать злость, можете кричать и так далее. Складывается ощущение, что вы постоянно как бы хотите испытывать это чувство. То есть вам нужно как будто бы разрешение на то, чтобы чувствовать себя, ну, злой, чувствовать обиженность. То есть такое впечатление, что вы подсознательно, может быть, ищете повод для того, чтобы обидеться. Вопрос в том, для чего. Вопрос в том, зачем вам это. На мой взгляд, это важно. Потому что если вы действительно ищете повод для того, чтобы обидеться, то получается, что, чтобы не случилось, вы все равно обидитесь. То есть тут нужно определить именно природу вашей злости, которая возникает. Потому что она, эта природа, в общем-то, очень важна. И следующее, необходимо определить ваше отношение к этой ситуации и почему была ссадом. То есть одно дело, если мужчина вообще вам не помогает никогда и всегда вас как-то вот, значит, ну, предает, бросает и так далее. И другое дело, когда он, ну, только вот в этот раз повел себя вот так. Ну, то есть, таким образом. Если он повел себя так не впервые, то это, безусловно, тенденция. Вот. И вы эту тенденцию принимаете, потому что что-то заставляет вас это делать. То есть, ну, вы, как бы, позволяете мужчине вести себя собой так. И это может быть, ну, то есть причиной этого может быть то, что вы не уверены в себе, опять же. Вы, может быть, чего-то боитесь и так далее. Или, может быть, вы считаете в глубине души, да, что, ну, так и, в общем-то, и должно быть. Вот. Это то, что касается непосредственно поведения мужчины. То, что касается его самого. Здесь особый интерес представляет то, что человек старше вас, на достаточно большое количество лет, и вы, значит, все равно выбираете его в, ну, как бы, на место, на роль своего мужчины. Когда женщина или мужчина, любой человек выбирает своим партнером старше кого-то, это всегда история про родителей. То есть это всегда история отношений именно с родителями. Это нужно понимать хорошо. И прежде чем анализировать, как бы, разбираться в отношениях, нужно вообще определить, как вы пришли к этому выбору. Почему вы вообще выбрали мужчину старше себя? И чем обусловлен этот выбор? Насколько он, этот выбор был сознательным для вас? По крайней мере. Дальше. Значит, следующее. Следующее, о чем хочется сказать, это то, что мужчина выпил и заявил вам, что доказать, я не хочу там местную квартиру. Тут тоже не совсем понятно, значит, кто именно не хочет чего. То есть кто именно не хочет сам местной квартиры. Вы или мужчина. Ну, потому что он же вроде как строит дом. Про сам местную квартиру вы вроде бы не говорили. То есть говорили, что человек обиделся на известие о том, что вы хотите купить квартиру. Он обиделся на известие об этом. Да. На известие обиделся. Но про совместную квартиру ничего не было сказано. И поэтому непонятно, то ли вы виноваты в том, что не хотите совместную квартиру с ним. То ли вы, вообще-то говоря, пишите о том, что мужчина, значит, как бы сам говорит, что не хочет сам местную квартиру. То есть, понимаете, да, здесь момент такой, что непонятно. Но в любом случае, в любом случае, человек явно более откровенен, когда выпьет. И это, вообще-то говоря, довольно распространенный вектор поведения у тех, кто привык свои чувства сдерживать. И это еще один вопрос к вам. Почему вы выбрали человека с тяжелым характером? То есть, почему вы выбрали того, например, кто свои чувства предпочитает сдерживать, не давать им волю, ну и так далее. Ну, однозначно, именно в этих вот ситуациях, да, именно в таких состояниях, человек может сказать что-то такое, что, например, будет более-более близко, более близким даже к истине, да, чем, ну, например, вот как раз, ну, то, что он говорит обычно, вот. Это тоже нужно понимать. И чем лучше вы будете это понимать, чем лучше вы для себя этот момент увидите, ну, постараетесь увидеть, тем лучше будет для вас, на мой взгляд, именно вот конкретно в этой ситуации, да? А дальше, дальше, дальше. Почему вы не любите разговаривать с пьяными людьми, да, вот, ну, с выпившими людьми? Это тоже, на мой взгляд, очень важный момент, то есть, что-то, получается, вас заставляет не любить, ну, разговаривать с пьяными людьми. Что-то заставляет, видимо, вас избегать такого общения. И на мой взгляд, на мой взгляд, это очень серьезная такая проблема, которую обязательно нужно решать, потому что этот страх также может идти из детства вашего. И, соответственно, с этим тоже можно будет проработать. Обязательно. Да? Ага. Дальше идем. Следующий момент, о котором вы говорите. Это момент о том, что мужчина... Значит, сейчас я посмотрю. Так, вы пишите, что, значит, мужчина проявляет нерешительность в том, значит, что будет с вами, ну, как бы, при условии ребенка. То есть, такое впечатление, что ребенок его тяготит, но какие-то его моральные... моральные какие-то аспекты не позволяют ему согласиться на аборт. И вам нужно понять, что по его поведению пока можно сказать, можно сказать однозначно, что он, то бишь, мужчина, он, ну, больше тяготеет именно к ребенку, а не к вам. Ну, вот, вот, к сожалению, он тяготеет именно больше к ребенку, а не к вам. И ребенок ему нужен, но с вами он быть не хочет. Либо не готов с вами быть. Вот такой, ну, не совсем, да, приятный момент. Я, в общем-то, понимаю. Ну, понимаю вас, понимаю, что момент неприятный. Может быть, может быть, может быть, я и не прав, но тогда, если я не прав, то мне нужно, значит, подтверждение. Да, то есть, пока я этого, значит, не увидел подтверждения того, что ребенку, то есть, что мужчине нужны вы, а не ребенку. Вот, я не увидел, к сожалению, этих, ну, проявления этого. Вот, значит, ну, простите, пожалуйста, но я этого не увидел никак. Вот. Значит, на мой взгляд, ну, отдельный, отдельного внимания заслуживает тот факт, что вы не описываете отношения свои. То есть, какими они были отношения ваши с мужчиной. То есть, то есть, какими они были до ребенка. Опять же, если вы, ну, действительно впервые задаете вопрос свой, этот аспект очень важен. То есть, почему, грубо говоря, ваш ребенок появился вот в таких условиях? Вы пишите, что я не так представлял, я впервые хотела мужа. Для чего вы хотели мужа? Как бы, подходил ли мужчина, с которым вы сейчас вот в отношениях находитесь под эту роль? То есть, ну, подходит ли он под роль этого, под роль мужа? Если да, хорошо. Если нет, то даже иногда вы с ним были в отношениях. Непонятно. Да, то есть, вы говорите, что он развитен и есть ребенок от первого брака. И это ваш муж? То есть, вот этот момент тоже не ясен. То есть, вы хотите мужа для чего? Почему? И у вас появляется ребенок. Но мужчина с вами готов только проживать, а жениться не готов. Но если он не готов жениться, зачем вы вообще с ним в интимную связь вступали, если хотели мужа? То есть, знаете, есть некий такой раздрай в ваших желаниях. И, соответственно, исходя из этого, я вынужден сделать вывод, что по всей видимости, вы нацелены на такую вот проигрышную, я бы сказал, позицию. То есть, позицию проигравшего. Вы впервые выбрали не того мужчину, который вам нужен был, судя по тому, что вы написали. То есть, вы пишите, что вам нужен был муж, а оказалось, что это не муж, а просто человек. Просто такой вот мужчина, который какое-то время с вами хотел быть в отношении. Вот. С этим тоже нужно разобраться, что вас сподвигло на взаимодействие таким мужчине, если он не подходит на роль мужа или чего вам муж. И после этого вы сможете разобраться в своих отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Прошу прощения, если я ошибся и вопрос все-таки вы задаете впервые. Вот. Не хотел нас обидеть ни в коем случае. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!